друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркетс оставляйте ваши вопросы если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставите лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс где на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента сегодня поскольку неделя только начинается традиционно для этого дня для понедельника пройдет вебинар и параллельно еще голосовой стрим в этом самом телеграм-канале то есть у вас есть возможность прямом эфире поучаствовать в непосредственно самом вебинаре либо о стриме и воспользоваться возможностями преимуществами прямого эфира то есть задать вопрос если вы захотите это сделать также в течение дня друзья по старой доброй традиции в нашем телеграм-канале мы проведем голосование с вашим участием безусловно на предложим несколько тем на выбор и соответственно та тема которая наберет больше всего ваших голосов станет основной центральной в ходе моего предстоящего выступления напомню что состоится в 16.00 по московскому времени ну что ж давайте тогда переходить к нашим традиционным финансовым активом честно говоря неделю начинаем очень хорошо потому что индекс доллара за которым мы следили да и продолжаем следить растет и уже находится на максимумах с мая 2020 года я друзья ориентировал вас на то что индекс доллара доберется до сопротивления 99 пунктов сделает этот уровень и пойдет выше уже к юбилейной круглой я цифре в 100 пунктов именно это сейчас и происходит потому что в моменте индекс доллара котируется на планке 99 и 14 и впереди у нас куча фундаментальных отчетов релизов каждый из которых настолько значим что может выступить единолично неплохим катализатором роста американского доллара эта неделя а поскольку пятница уже будет первое число месяц соответственно эта неделя традиционный для первой недели не нового месяца если у нас а на пятницу как раз выпадает старт нового месячного календаря отчет нон фарм пэрлс важнейший релиз по состоянии американского рынка труда многие считают что это вообще важнейший релиз по американской экономике я с этим с одной стороны согласен с другой стороны нет но уж точно не буду принижать значимости его для оценки общего состояния американской экономики для влияния на перспективу денежно-кредитной политики и влияние воздействия конечно же на курс американского доллара целом сначала и dp будет в среду частная оценка репетиция тоже по рынку труда перед выходом нон фарм пэрлс в пятницу сами нонки а между этими релизами в четверг будет еще и отчета по темпам экономического роста по прогнозам друзья нас ожидают очень хорошие цифры чем лучше будут релизы тем соответственно больше будет возможности у американского регулятора также жестко отстаивать идею того что нужно менять корректировать монетарную политику разгонять процентную ставку я напомню что две недели назад фрс принял решение начать цикл повышения ставки повысил ставку на 25 байсных пунктов и просигнализировал о том что ставка будет повышаться дальше и в этом году и в следующем перспективе за оставшуюся часть оставшуюся часть этого года и соответственно за 2013 2020 получается уже третий год ставку повысит от 10 до 13 раз соответственно ключевая ставка может вырасти до 3 процентов и более и по мнению американского регулятора это обязательно произойдет потому что это как раз есть показатель который соответствует нормальности или нейтральности американской монетарной политики для нас я тоже уже много раз об этом говорил это вектор который должен изначально настроить нас на то что у доллара только одна дорога причем прям ковровая красная это идти все выше и выше потому что чем жестче политика будет становиться с месяца в месяц соответственно тем больше будут расти доходности американских трежерис и тем больше у нас будет шансов вам увидеть логичное отражение и дисконтирование вот этого новостного фона в курсе американского доллара сейчас и когда фрс уже настроил всех что ставки будут расти мы слышали от непосредственно джерома паула отряда голосующих членов американского регулятора скажем от элиты ближайшего окружения паула что ставку могут повысить сразу и на 50 базисных пунктов причем возможно уже на одном из ближайших двух заседаний и трейдеры после этого стали закладывать сто процентов вероятность того что ставку поднимут на двух предстоящих заседаниях на 0,75 процента я один из этих трейдеров друзья считаю что действительно нужно действовать нужно занять более проактивную позицию потому что обязательно нужно создать условия при которых сейчас чуть-чуть необходимо будет замедлить экономический рост чтобы избежать перегрева экономики конечно же создать условия при которых инфляция должна быть обуздана и соответственно начать снижаться в противном случае федрезерву придется пожинать плоды к сожалению не самые лучшие через полгода и чуть более когда экономика начнет захлебываться до беспрецедентного роста инфляции который уже вряд ли удастся взять под контроль если не вмешаться на текущем этапе в сухом остатке друзья у нас индекс доллара который растет индекс доллара который пользуется поддержкой из-за того что это защитный актив кстати среди прочих защитных активов доллар сейчас пользуются максимальной поддержкой потому что сша все-таки не настолько зависит от импорта сырьевых инструментов как многие другие страны вот почему например сейчас не растет японская иена иена обычно в нормальных условиях более интересный актив чем доллар если речь идет о каких-то геополитических рисках но если эти геополитические риски совпадают с таким ростом цен на сырьевые товары а япония это импорта ориентированная экономика то тогда ее защитные свойства уже ничего не значит и лучше доллара актива нет доллар растет потому что повышается ставка потому что она будет расти и дальше доллар растет потому что ему оказывают и поддержку сильный макроэкономический фон и доллар растет потому что у нас есть подтверждение того что ему нужно расти виде высокой и практически максимально уже за три года доходности американских трежер из потому что десятилетки сейчас находится на планке 253 сотых процента дальше идем помимо доллар у нас была европейская валюта индекс доллара и пары евро доллар они имеют практически стопроцентную корреляцию поэтому даже не глядя на график евро доллара виде что растет индекс американской валюты можно сказать что евро доллар снижается действительно так сейчас котировки уже 109 55 мы с хорошим профитом но ждем евро еще ниже потому что евро сейчас аутсайдер из-за крайне провальных релизов по уровню доверия потребителей по бизнес оптимизму от изю до ифа были слабые также отчеты по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуга инфляция растет но европейский центральный банк ничего не делает и предлагает всем инвесторам не отождествлять в принципе политику европейского центрального банка и политику федрезерва то есть лагард считает что сейчас не время чтобы отказываться там мер экономического стимулирования но кто и такой чтобы судить опять же позицию лагард и давать ее оценку ей безусловно виднее но мне кажется что и cb сейчас совершает большую ошибку поэтому я не делаю ставку на рост европейской валюты считаю что евро еще кстати из-за сохраняющейся угрозы энергетической безопасности событий в восточной европе евро вообще ни на чем сейчас не может вырасти цели 1.08 и ниже доллар канадец здесь я друзья вас поздравляю наконец-таки мы сделали нашу цель на отметке 1.25 сейчас пара ниже 1.2490 долгом к ней шли профит хорошие поэтому можно здесь радоваться и возможно стоит сориентироваться сейчас больше на других финансовых активов и здесь уже не испытывать дальше судьбу и удачу я собственно короткую позицию закрыл нефть 114 30 по-прежнему на жду бренд выше 120 долларов за баррель саммиты и ес саммит лидеров нато саммит стран большой семерки это вот все события прошлой недели в ходе которых ожидали новый пакет финансов экономических санкций против россии прежде всего решение ес относительно энергетического эмбарго то есть запрет на поставку нефтепродуктов из россии но видимо все таки ес очень сильно зависит еще от поставок из россии от энергоносителей российских и на одном из брифингов на прошлой неделе как раз по математике вам прям разбила разбирал сколько нефти ес импортирует непосредственно сырой нефть и сколько нефтепродуктов там получались цифры от четырех с половиной до пяти миллионов баррелей в сутки конечно же такой объем сейчас при всем уважении к другим странам которые производят много нефти и вырабатывают газа они не смогут обеспечить все потребности весь аппетита веса и даже несмотря на то что байден планирует увеличить отгрузки сжиженного природного газа я думаю что это пока что только лишь планы и планы скажем такого сказочного формата потому что нету на свободных производственных мощностей совершенно столько чтобы и кстати нету логистических возможностей чтобы в кратчайшие сроки покрыть потребности и с в том числе и в голубом топливе поскольку решение относительно энергетического эмбарго принято пока не было рынок немного выдохнул и только по этой причине мы не увидели сразу 120 долларов за парк но риск этого еще сохраняется друзья потому что давление на есть постоянно оказывается да и к тому же очень скоро фактически через несколько дней начнется апреля как я ранее отмечал уже в апреле ожидается сокращение поставок российской нефти на глобальный рынок больше чем на 3 миллиона баррелей в сутки это не пройдет незамеченным для рынка это серьезный объем который будет способствовать перекосу между спросовым предложением в сторону дефицитного предложения и все-таки сохраняющегося еще высокого спроса не вижу причин для снижения поэтому буду ждать роста друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошего торговой недели и до встречи сегодня на вебинаре в 16.00 по московскому времени всем пока